МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дополнены требования к кандидатуре высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Установлен прожиточный минимум пенсионера в республике на 2021 год. Размер составил 8 846 рублей. Это средний уровень по Северокавказскому федеральному округу. Далее был заслужен и принят к сведению отчет правительства об итогах исполнения республиканского бюджета за 6 месяцев этого года. Его представил вице-премьер, министр финансов Мурат Суюнчев. Поддержали депутаты и инициативу главы Рашида Тимрезова об учреждении новой государственной награды «Юный спасатель Карачаева-Черкесской республики». Еще одна важная тема – борьба с коронавирусом. То, что мы сегодня с вами видим, а у нас прирост и выявленных, заразившихся коронавирусом, и тех, кто сегодня у нас попадает на лечение, но растет. Но растет, к сожалению, везде этот рост. Наблюдается причины. Каждый по-разному говорит о каких-то причинах роста того или иного. На такое или иное количество. По нашим подсчетам, в структуре роста сегодня заболевших, отпускников или морских, как мы их называли, не такое большое количество, максимум 20%. Основная часть – это массовые мероприятия, которые сегодня проводятся на территории республики. Также парламентарии единогласно проголосовали за поправки в закон о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы. Именно при заключении работодателем трудового договора с лицами с ограниченными возможностями здоровья, чтобы приоритетным было именно это. Если инвалид, его круг обязанностей позволяет удаленно работать, если технические возможности позволяют, чтобы работодатель обязан был предоставить ему в первую очередь не отказать инвалиду и дать возможность работать дистанционно. Один из обсуждаемых вопросов сессии – защита семьи, материнства, отцовства, детства, защита института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье. Сегодня мы внесли изменения в Конституцию Караса-Черкесской Республики, где речь идет о защите семьи, материнства, защите брака как союза между мужчиной и женщиной. Кроме этого, касается главы Карачаева-Черкесской Республики, назначение высшего должностного лица субъекта, требования ужесточены. Теперь мы в Конституции прямо указали, что главе Карачаева-Черкесской Республики установленным федеральным законом запрещено открывать счета, хранить ценности, денежные средства в иностранных банках, которые находятся за территорией Российской Федерации. Ну и кроме этого, еще мы внесли изменения, касающиеся назначения прокурора субъекта. Как вы знаете, раньше проходил согласование и у главы республики, и в парламенте. Теперь он будет согласовываться с Советом Федерации, назначаться президентом, освобождаться от должности также президента Российской Федерации. То есть согласовываться с субъектом прокурора не будет. Аперштаб Карачаева-Черкесии обращается к жителям республики. В случае обнаружения симптомов ОРВИ, подозрений на коронавирусную инфекцию, оставаться дома, вызвать на дом участкового врача-терапевта, позвонив регистратуру медицинской организации по месту проживания. А в вечернее и ночное время вызвать скорую помощь. Врач-терапевт назначает тестирование. Результат пациент должен получить в течение 48 часов от медработника. Лабораторные и инструментальные виды исследования проведения компьютерной томографии назначаются строго лечащим врачом. И весь из оперативного штаба. На сегодня в Карачаевой Черкесии выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в республике 7 115 человек. Из них 4855 выздоровели. Госпитализировано 423. МЧС информирует. Сегодня и завтра местами в Карачаевой Черкесии ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход селий малого объема. О том, какая будет температура, в прогнозе синоптиков. В Карачаевой Черкесии кратковременные дождь и гроза. В отдельных районах будет сильный дождь с грозой, градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ветер юго-восточный 5-10, температура ночью 6-11, днем 14-19. В горах ночью до плюс 6, а днем до плюс 13. Местами в южных районах чрезвычайная пожароопасность. В северных высокая. В Черкесии ночью кратковременный дождь, днем сильный. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днем 16-18 градусов тепла. Вятские меха Центр сезонных распродаж дарит телевизор. Шубу смело примеряй и подарок получай. Только до 15 октября. ТЦ «Панорама», первый этаж. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это главный весе республики. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня в Доме правительства прошла презентация федерального проекта «Детство безопасности». Проект подразумевает создание системы обучения молодых родителей правилам безопасной перевозки ребенка в автомобиле. Приехавшие из Москвы специалисты рассказали на тренингах для будущих родителей на базе перинатальных центров. Подробности у Мурата Джанкёзова. На презентацию собрались представители органов госвласти, правоохранительных структур, медицинского сообщества, общественных организаций и другие. Открывая встречу, министр промышленности и торговли Мурат Аргунов рассказал о той работе, которая проводится в республике в рамках реализации национального проекта по организации безопасности на дорогах. Прежде всего я хотел бы сказать, что правительство Крачево-Черкесской республики уделяет пристальное внимание обеспечению безопасности дорожного движения в Крачево-Черкесской республике. В регионе сформирована комиссия и работает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под председателем правительства Крачево-Черкесской республики с участием всех заинтересованных министерств и ведомств. Ежепартально на заседании комиссии у нас рассматриваются вопросы аварийности на автомобильных участках региона, а также рассматриваются вопросы, вырабатываются механизмы по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. За три года федеральную программу детства безопасности по профилактике дорожно-транспортного травматизма внедрят в перинатальных центрах и родильных домах 100 городов в 85 регионах. Хотелось отметить, он направлен на то, чтобы сформировать единую сеть центров по профилактике безопасных дорожных движений на территории Российской Федерации. Соответственно, в рамках реализации национального проекта и его части федерального проекта предусмотрено создание вот такого рода центров, которые мы сегодня запускаем в республике, во всех 100% субъектах Российской Федерации. В этом году в республике произошло два ДТП с участием детей. Для сравнения, в минувшем году их было восемь, снижение в три раза. Однако эти цифры могут измениться в любой момент. В этих двух авариях, где пострадали дети, в одном случае ребенок не был пристегнут и он погиб. А во втором случае мать-водитель погибла, а ее маленькая дочка, пристегнутая в детском кресле, практически не пострадала. Я как главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Покорачево-Черкесской республики искренне надеюсь на вашу поддержку и помощь в формировании у родителей жизненно важных принципов, потребностей не только в знании правил дорожного движения, но и в их неукоснительном соблюдении. К сожалению, мы все знаем, что все правила дорожного движения написаны, как бы это грубо не звучало, написаны кровью. И только их непосредственное и неукоснительное соблюдение позволит нам сократить тяжесть последствий, в том числе и ДТП с участием детей. В рамках проекта будущие родители несколько раз в неделю будут проходить тренинги по установке детского автокресла, соблюдению детского скоростного режима и аккуратному вождению. Мурат Жанкёзов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Красивый чистый двор, отремонтированный подъезд в многоквартирном доме – мечта каждого человека. К сожалению, не все могут похвастаться этим, особенно жильцы дома по улице Октябрьска, 340 в Черкесске. Они обратились к вестям, разобрасывая их проблеме. В жалобе разбиралась Альбина Ламкова. Сырость вот такой, плестит вот так. Вот так и живу, замерзаю. Это первый этаж многоквартирного дома. Картинка говорит сама за себя, но только не передает запах сырости. А здоровью наносит вред. Любовь Боисова исправно платит за коммунальные услуги. Задолженности нет. Но задает себе вопрос, за что она дает свои деньги. Сегодня тоже включала до утра. Свет мотает вот так. Я живу с этим. Вот так живу. Вот это моя дымой, летом. Вот это у меня сырость, сырость, сырость. Я болею сама. Сырость от стен очевидна. А спасает ли обогреватель в этой ситуации? Вопрос спорный. Дом по улице Октябрьская, 340 запущен. Проблем здесь много. Начиная с крыши, которая долгое время не подвергалась ремонту. Вследствие чего образовалась сырость. Стены этого дома также давно не видели ремонта. Вот в таком состоянии они сейчас. А если есть свежая покраска, то это силами самих жильцов. Стены в подъездах этого дома выкрашены в разные цвета. И техническое состояние, соответственно, разное. Жильцы сделали ремонт за свой счет. Но управляющая компания номер один Черкеска средства за побелку и покраску не вернула. В таких ситуациях отпадает желание платить. Так как по факту самого обслуживания и нет, говорят жильцы дома. Судить можно и по электрическим счетам. Они открыты. А провода, подходящие к ним, оголены. Мы тут собрали чеки, покупили краску, собрали деньги. Вот четыре этажа. Вызвали бригаду, сделали ремонт. И что вы думаете, он объявляет. А вот вы договор заключали с бригадой? Это люди-частники. Мы просто с села вызвали людей, чтобы и нам подешевле сделали этот ремонт. Я говорю, нет, тогда мы не будем оплачивать. Я с тех пор не плачу. И платить в принципе я. Это деньги мне отложены. И многие люди не оплачивают именно по этой причине. По тому же принципу был сделан ремонт фасада, где потраченные деньги также не были возмещены. Жильцы дома говорят, что иногда жилконтора пыталась решать проблемные вопросы, но не доводила их до конца. Если мы что-то требуем, например, потребовали скамейку, одну доску поставят. Но на следующих уже ничего не будут делать. Я примерно говорю, вот так к нам относятся. Ко мне приехала сестра и сказала, ты что, купила квартиру в общежитии? Я говорю, почему так решила? Такого никогда я не видела, говорит, вот это вот то, что у вас происходит. Когда идёт дождь, невозможно выйти из подъезда. Уровень воды выше щиколотки. Жильцы дома обращались во все инстанции. На уровне ни города, ни республики нам не может помочь. Это разве в 21 веке проблема убрать вот этот разлив воды? Но о благоустройстве двора здесь мечтают давно. Да и территория позволяет. А по факту сломанные качели и горки опасны для жизни. Вот что нам сделала наша ЖКХ, мы не знаем. Мы не знаем, что она нам сделала. Это видно по нашей детской площадке. Ну, вы меня извините, или наши дети не такие, или мы не такие люди. В соседних дворах везде всё сделано. Обходят стороной. Дыра в канализации. Вызывали мастеров, но вопрос также не решён. Сетуют люди. Ну, это ничего страшного. Вот сеточку воткнули, дети прыгают, оно лопнет, и ребёнок уйдёт неизвестно куда. Вот сюда вода бежит, всё, в подвал. Сколько вы раз обращались по этой проблеме? В прошлом году я два раза вызывала. Проблем много. Во дворе также и не убирается. Подвалы – это отдельная тема. Самому дому по улице Октябрьская 340 больше 20 лет. И жильцы мечтают, чтобы все их вопросы были решены. Здравствуйте. Здравствуйте. Это управляющая компания номер один? Да. Я вам уже несколько дней звоню на счёт по улице Октябрьская 340. Вспомнила. Да, 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 да. Новестям так не удалось взять комментарий управляющей компанией номер один Черкесска. И поэтому люди так и остаются жить со своими нерешёнными проблемами. Альбина Ламкова, Расул Бердив, Заур Лиев, Вести, Карачаева, Черкесия. И последнее. С часу ночи до 17 часов будет проводиться штабная тренировка по гражданской обороне. В период времени с 10 часов и до 11 часов планируется включение электросирен с последующим прерыванием телевещания. Гражданам республики просят сохранить спокойствие. В стране всё хорошо. А прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Спаская». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова